Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая», подключается к эфиру телеканала «Фридом». Здравствуйте, Ольга, рада вас видеть. Здравствуйте, очень рада. Ну вот у нас, когда мы даже смотрели этот сюжет, возник вот тут, ну не спор, а как бы диалог о вероятностях. Ведь, и правда, это очень такой интересный пропагандистский прием. Выбрать одного кровожадного, но вменяемого с точки зрения интеллекта человека, сделать его каким-то чиновником на местах, не знаю, там, руководителем ЖЭКа, условно, где-то в Тыве. И разгонять эту историю, как вот пример элитарного роста внутри российского общества. А как вы думаете, пойдет ли на это Путин, или это все фикция и никого, действительно, никем не назначат? Вот что вы об этом думаете? Вы знаете, я думаю, что Путин эксплуатирует по-прежнему старые идеи, столь любимого его Советского Союза. Недаром я у вас в сюжете все время слышу слово «совок», и это на самом деле не надоевшее гипебало, не сравнение, а это на самом деле так. Он бредит с Советским Союзом, и ему нужен гегемон. Человек, который 25 лет живет без идеологии, вдруг нашел гегемона, и этот гегемон, в этот раз там не рабочий класс, как завещал великий Ленин, да, и все это в кавычках, а того, кто сейчас нападает, кто стреляет сейчас на земле Украины. Он из этих персонажей, не хочу говорить слово «людей», делает нового гегемона. Мы же все знали и чувствовали прекрасно, кто жил в Советском Союзе, что рабочий класс назначен гегемоном. На самом деле, ну, такое, над этим посмеивались, но это понимали, что если ты рабочий, то тебе и карты в руки, другое дело, что ты не можешь, да, не можешь. Ну, и поэтому, в конце концов, ты превратилась в издевательство, то, над чем смеялся, например, Галич, да, стоя перед вами, словно голенький, да, и, как мать говорю, как женщина, требую к ответу, да. Вот это все повторяется, пусть он повторяет, он косплеет именно вот это, то, что так любит. Но вы знаете, это у него, к сожалению, получается. Вот вчера мой знакомый поздравлял сестру из России с 8 марта. Это нормальная женщина, обычная женщина, она некровожадная. Она живет в глубинке, на Урале, у нее магазинчик, свой маленький частый магазинчик. И он спросил, как дела, и она сказала, говорит, знаешь, очень хорошо мои дела. Она сказала это с болью, да, она этим не хвасталась, она говорит, понимаешь, если раньше в селе были доходы 20-30 тысяч, то теперь 200-250 тысяч, они все эти деньги несут в магазины. Что это за деньги, да, мы же с вами понимаем, что это за деньги. Деньги хлынули в русскую провинцию. Это кровавые деньги, это деньги за убийство в Украине, это деньги за войну. И сейчас мы видим и бум жилищного строительства в провинции, и даже в Москве и в Питере уходят однушки только так. И кому они уходят? Они уходят так называемым героям так называемой специальной военной операции. Эти вот кровавые деньги, кровавая недвижимость, этот кровавый потребительский бум связан именно с этим. Да, Путин вливает деньги вот в эту самую орду. И действительно большинство из этих людей впервые почувствовали себя кому-то нужными. Они прозябали у себя без работы, без образования, а самое главное без социальных лифтов. Теперь у них есть социальный лифт, у которого есть, конечно, свой короткий очень потолок. Действительно на уровне начальника ЖЭКа или школьного инструктора, который будет бить палкой по голове 10-летнего мальчика. И если бы его мать не подняла тревогу, а считала, что это нормально, то мы бы об этом так, например, и не узнали бы. Конечно, и сейчас даже в Уголовный кодекс вносится очень интересная поправка Павла Крошененникова. Надо сказать, что Павел Крошененников многолетний глава Комитета по законодательству и старый соратник Бориса Надеждина и Сергей Кириенко, например, в партии «Союз правых сил». Так вот, это очень интересная поправка. Сам Крошененников говорит о том, что закон был принят летом 1923 года как такой пробный, и он себя оправдал, себя показал так хорошо, что теперь этот закон вносится в Уголовный кодекс. Какой закон? Закон, что если ты совершаешь преступление и попадаешься с этим в СИЗО, еще на момент ареста, то есть когда ты находишь еще под следствием, и в другие моменты, когда ты под судом или когда ты уже получил срок, в любой из этих моментов, ты можешь написать заявление и пойти на фронт. Из тебя снимается все преследования, закрываются твои дела, все закрывается. Называется это условно освобожденный. Это теперь в Уголовном кодексе будет новое совершенно понятие условно освобожденный. Условно освобожденный, в отличие от зэков, которые набирал Пригожин и которых набирало Министерство обороны до последнего времени, их не будет ждать помилования, потому что помилование не то чтобы себя дискредитировало, это вообще была мера довольно внезапная. Я сейчас к ней вернусь. Ее никто не собирался вводить с самого начала. И теперь эти граждане России будут воевать наряду с мобилизованными и контрактными бессрочно на войне. И если они получат какие-то награды, то их там совсем можно будет отпустить. Так, по крайней мере, задумано в законопроекте. Я уверена, что эти поправки очень быстро попадут сейчас и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс. И станут уже больше, чем в законах. По поводу помилования. Дело в том, что не существовало и не существует никаких правовых норм, которые позволяли в свое время Пригожину забирать заключенных из мест лишения свободы. А забрал он 50 тысяч. И сейчас, когда он погиб, никто, конечно, не заботится о создании таких правовых механизмов задним числом. Я напомню, что эти заключенные, кто остался жив, были помилованы президентом секретным указом. Никто и никогда ни разу не видел ни одного этого секретного указа. Если бы Пригожин не поссорился бы с Шойгой, с Герасимовым, он никогда бы не вывел войска из-под Бахмута, никогда бы не вывел войска с фронта в Украине. Он поссорился и поэтому увел своих главорезов в Россию и там их распустил, уже помилованных. И это был большой сюрприз, потому что Кириенко, который, собственно, автор этого плана, был уверен, что заключенные останутся там воевать до конца войны и останутся, в конце концов, на оккупированных территориях. Как форпост России. Вот такое вот главное лицо России, вот такие вот заключенные. Но все пошло не так из-за Пригожина. Потом началось это все приключение с Министерством обороны, которое сначала надо было объяснить заключенным, что они не хуже Пригожина. Пригожин был популярен. Поэтому помилованы сохранили. Но да, действительно, это стало огромной проблемой внутри России. Никто не спрашивал мнения потерпевших, это во-первых. И в конце концов, это уже переросло в серьезные проблемы. Потерпевшие начали обращаться к Путину. Понятно, что это обращение овец к волку. Но, тем не менее, были созданы какие-то организации общественные. Поднялся какой-то шум. Некоторое недовольство перед выборами никому не нужное. И главное, недовольство мобилизантов. Потому что они-то служат бессрочно, а заключенные полгода и абсолютно свободны. И вот тогда Крашененников внес эту самую поправку. То есть теперь все то же самое. Абсолютно то же самое, что и было. Заключенных забирают на любой стадии. Только их уже никто с войны не отпустит. Они там будут до конца. Но, значит, на сегодняшний день, вернее, не на сегодняшний день, а всего, всего было отпущено на свободу, так вот через войну, порядка 50 тысяч заключенных. Судя по статистике, ну, это такая средняя температура по больнице, по статистике по областям, где она просачивается. Примерно половина из этих вернувшихся, так называемых, фронтовиков, да, вот этих убийц, они снова вернулись в тюрьму. И вернувшись в тюрьму, они вернулись туда очень ценным военным товаром. Военным товаром, который уже имеет большой опыт войны, который совершенно не против вернуться туда же, а вовсе не остаться в тюрьме. И они быстро подписывают соглашение со следствием и снова отправляются на фронт. Поэтому совершенно непонятно, как их считать, как новое пополнение или как, это два раза там одни и те же люди, они сейчас отправляются снова на войну. Сейчас этот пылесос потихонечку их всех высосет обратно на украинский фронт. Проблема только в том, сколько еще людей они по дороге убьют, изнасилуют, ограбят, нанесут увечья и так далее. Но вот это она и есть, путинская элита. И, конечно, те, кто вернется, в конце концов, с украинского фронта, их уже будет немного. Их уже будет не так много, как сейчас. И чего бы с ними не носиться, как с курицей. Ну вот, окей, ну вот, один-два вернулись, в конце концов, ну давайте с ними попробуем. Как-то из них сделают то, с чего мы начали, начальником ЖЭКа где-нибудь в Тыве, к инициативе Путина. Спасибо вам большое. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая» была с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...